Меня зовут Афанасьев Денис. Я представляю новую, скажем так, вопрос, который, возможно, станет стартапом очередным в клубе Терри. То есть, исходя изначально из базы, что мной было запретено планарный концентратор для солнечных батарей, это отдельная история, что это такое, я даже, наверное, сейчас вкратце за 2 секунды постараюсь объяснить, можно я возьму эту демонстрацию. То есть, что такое, планарный концентратор, это устройство, которое собирает солнечную энергию со всей поверхности и транспортирует ее в два противоположных торца. То есть, обычная в солнечной батарее самую большую часть занимает дорогие фотоэлементы, которые занимают всю площадь. С помощью планарного концентратора, состоящего из простых оптических деталей из-за стекла, эта площадь превращается в 5, может быть, даже в 10 раз меньше, чем обычная в солнечном батарее. С тем самым можно получить некий экономический эффект и дополнительные преимущества по использованию более высокоэффективных солнечных элементов. Вот, собственно, такой проект у меня существует. В сентябре прошлого года мы на этом проекте собрали через народное финансирование больше 200 тысяч рублей, которое сейчас мы реализуем для того, чтобы воплотить его в рабочий прототип. Вот, и по пути, соответственно, у нас возникли дополнительные мысли, идеи о том, как это может превратить. Собственно говоря, в чем заключается мультистартап, я еще раз расскажу идею мультистартапа. То есть, вначале, вот, я как говорил, вначале это был планарный концентратор, то есть, изобретение, которое шло исключительно в одном направлении, которое касалось солнечных батарей. Мы долго думали, куда его применить, для каких целей. В частности, на Бумстартере у нас была мысль сформулирована от потребителей. Они сказали, хотим солнечную батарею для айфона. Мы сказали, классно, хотите для айфона, будем делать для айфона. То есть, у нас сейчас в разработке, собственно говоря, проект солнечной батареи для айфона, который будет обеспечивать его автономное существование в солнечный день полностью. Собственно говоря, дальше вопрос. Когда мы начали разрабатывать, у меня собралась команда людей, которые составляют ядро проекта. Это конструктор, это специалист по электронике, инженер по электронике, это промышленный дизайнер. Есть еще специалист по интернет-манкетингу. Вот, тут еще не хватает специалиста, скажем так, я его называю, по продажам или по рынку. В общем, бизнес-человек такой, рыночный. Он пока у меня в открытии. Ну, в общем, некая команда собралась, и оказалось, что решить нужно не просто вопрос солнечной батареи, а нужно решить несколько технических задач, как минимум технических задач. То есть, это связано с технической задачей, собственно, с устройством, с моим, которое я изобрел. То есть, это оптическая часть. Кроме того, есть электроника. Вот я его так вот в эту сторону формулирую. Есть еще электромеханика. Солнечную батарею нужно вращать на солнце, и поэтому мы делаем, параллельно разрабатываем дополнительно к солнечной батареи еще систему точного и очень компактного экономического свяжения за солнцем. То есть, у нас появилось два дополнительных устройства, которые фактически мы можем превратить в отдельные продукты для отдельных бизнесов. Вот, собственно, поэтому у нас из одного корня выросло как минимум три направления, а может быть даже и четыре. То есть, это направление солнечных батарей, тесно связанных с полнарным концентратором, направление светодиодной продукции. Полнарный концентратор можно использовать в светотехнических системах. Направление робототехники. Это можно использовать в системе слежения. И направление там, в принципе, оно тесно перепытается. Это робототехника и солнечная батарея. Это зарядное устройство, скажем так, электроника, беззарядное устройство. Очень эффективное. Ну, фактически вот так вот получился мульти-стартап. То есть, сразу у нас четыре направления, которые могут быть отдельно превращены в отдельный бизнес. И, в общем-то, со временем они будут плодиться. Поэтому было сформулировано, что на самом деле сейчас нам нужны деньги. Изготовив какой-то рабочий прототип, нам нужно двигаться дальше. Нам нужны деньги для развития проекта. А чтобы проект развивался, нужно обеспечить финансирование команды. Ну, так как команда является фактически специалистами в своей области, и может создавать совместно любой из этих проектов. То есть, мы говорим так. Можно запустить паевую, венчурную, инвестиционную иглу, в которой всякий участник, начиная от 10 тысяч рублей, может вложиться сразу в несколько проектов, финансируя рабочую команду, которая будет разрабатывать рабочие прототипы этих устройств, дополнительно усиливаясь рыночниками, маркетологами, экономистами, предлагать это на перспективу в рынку, рынок будет реагировать, соответственно, какие-то из продуктов стрельнут, какие-то, может быть, не стрельнут. Ну, в общем, возникает некая такая вот инвесторная, рискованная игра, которая в конечном счете предполагает, что, войдя вот сейчас вот сюда, со стоимостью 10 тысяч рублей за фай, к концу проекта, который, ну, срок мы его установили 2 года и 12 месяцев, человек эти 10 тысяч рублей может превратить в 1 миллион рублей. Ну, или фактически за 20 тысяч можно купить квартиру. Вот такую возможность предоставляет венчурный проект, это, в принципе, свойство венчурных технологических проектов. Они растут в своей цене за счет своей капитализации, не за счет создания больших объемов и рынков, которые будут создаваться позже, а за счет технологических возможностей, которые они предоставляют. И вот, собственно, команда разработчиков и прочих специалистов может поднять стартап, который находится в сыром состоянии, до серьезной технологической платформы, которую можно будет легко продать любому крупному производителю за 10 миллионов долларов. Поэтому то, что мы сейчас стоим 5 миллионов рублей, будет стоить миллиард рублей. Вот так происходит капитализация. И вот, придя к такой модели, мы сейчас создаем, я как бы думаю, как создать мультиинвестирование. И в конечном счете все свелось в прошлой встрече с Сибирской Артели к вопросу, как создать коммуникационный сайт или пространство, в котором все вот эти вот участники, вернее сказать, много участников, которые представляют собой как члены команды, члены команды, которые на самом деле есть внутреннее ядро и еще есть внешние помощники и специалисты, которые тоже решают задачи, как инвесторы, люди с деньгами, и в общем-то в какой-то степени тоже специалисты могут участвовать во всем этом проекте, усиливать его и пододвигать к вот этой вот цели, ну, вернее сказать, здесь уже в миллионах рублей, потом будет... А, ну да, да, 10 тысяч в миллион рублей, все правильно. Вот, собственно говоря, вот этот вопрос я формулирую. Честно говоря, у меня нету серьезных идей, как это организовать, и поэтому я его задаю и предлагаю начать идейную поддержку, а я буду записывать. Все, что я раз вопрос? Вопрос заключается в том, чтобы как создать коммуникативное пространство, предположительно оно будет в интернет-пространстве или сайт, или некую интернет-технологию, платформу, через которую будут, с одной стороны, заходить участники, новые участники проекта, с другой стороны, существующие участники проекта совместно работать, получать результат, и, в общем, как-то видеть, что этот результат осуществляется. То есть и работу организовать эффективно между ними. Вопрос понятен? Вопрос не понятен? У кого-то появились вопросы. На сайтах Google купить домен, и он, кстати говоря, продается достаточно легко, сделать сайт коммуникационный, он дает 10, ну, короче говоря, открыть это все несложно, и завести там несколько страничек. Первая страничка. Все паевые инвесторы, которые есть, и количество дали. Вторая страничка. Написать там стратегию шагов, то есть, что планируется делать, крупно. Третья страничка. Что уже сделано на сегодняшний день. Четвертая страничка. Та, для чего-то пригодится. Дальше, собственно говоря, сделать внешнюю страницу, внешнюю страницу, описывающую, вот то, что ты сейчас проговорил, внешнюю страницу, на котором люди говорят, что да, мне это интересно, и они через это интересно получают доступ к внутренней информации. То есть, вот эта вся информация закрытая, и человек через там собеседование с тобой, или там через что-то, через как-то получает доступ к внутренней информации. Дальше он заходит, читает, смотрит, у него возникает куча вопросов, ты на эти вопросы отвечаешь, и он приобретает пай. И становится участником. Так что? Еще вопросы? Ой, еще идеи. Разделение сайта на половину, то есть, для инвесторов и рабочая часть. То есть, они должны быть соединены. То есть, рабочая часть должна поставлять информацию в виде чисел инвесторов. То есть, какое-то определенное. То есть, рабочая часть, им половина как бы не нужна будет. То есть, в этой части информации надо разделение. А еще там сделать страничку, что сделано за неделю. Если слишком сложно будет описывать, что сделано за неделю, описывать, что сделано за месяц в продвижении и развитии проекта. И вот такая вот, можно даже видеостраничку, что сделано за месяц, где ты перед народом отчитываешься. Ребята, что произошло за месяц? Как продвинуть? Ольга Алексеевна, по-моему, как бы основным тупиковым моментом, таким узким местом всех инновационных проектов, является, во-первых, что есть изобретатель, есть инвестор. Инвестор ничего не понимает, потому что балаболит изобретатель. Инвестору нужна грамотная, квалифицированная оценка у человека, который состоялся, то есть чем-то рискует в своей оценке, и эта оценка проплачивается. То есть оценка эксперта, во-первых, по научной части этой проблемы, во-вторых, по поведению рынка в этой проблеме, и экономического эксперта, сколько это реально стоит. И все, вот все сколково, сколько я не моталась. Это вот, ну, гад, что-то рыпнулись куда-то, потратили госденьги, там, 9 из 10 проектов вылетело. И идея? Идея, что вот эта система будет работать, когда будет трехглавый инспектор. Добавить трехглавый инспектор. Инспектор, а три головы это что? Три головы это наука, а производство экономика. Супер, отлично. Андрей? Я. Найти какие-нибудь аналоги слов венчурные и стартапы и поменять эти слова. Один вариант. Либо тогда привести на своем сайте привести в порядок логику. Потому что есть очень четкое название, есть сиборская стадия, есть стартаповская стадия, есть венчурная стадия. А ты, получается, предлагаешь играть в венчурную игру, но при этом в стартап, а сам находишься на сиденье. И я смотрю, я понимаю, что либо тебе нужно разобраться со своим проектом. Больше экспертная поддержка, узкое место в формулировке. Понятно. Отлично. Ну, либо формулировки, либо оставляешь формулировки, но ты четко показываешь, как живет проект. У меня есть сиборская стадия. Да, да, да. Откуда я в нем что-то строю? Да, да. Поним, понял. Отлично. Давай, подходи, понизей, понизей. Еще, скажем так, попробую сузить место или расширить, не знаю. Вопрос такой. То есть, на самом деле, предположительно, это некая платформа, платформа, которая должна быть достаточно динамичной, чтобы она могла позволить включать в себе и новых инвесторов и новый стартап, ну, или сиды, ну, неважно, как назовем. Вот, то есть, новый проект. Вот, то есть, ну, вот, на какой платформе или там, ну, да, может быть, нужно создавать отдельную программинскую группу, которая там будет работать типа с друпалом, еще с чем-то. Вот вопрос, нужно ли это делать или нет. Я предлагаю взять шаблон и не тратить на это. Ясно. Есть еще платформа... Денис, а вообще вопрос наточнение. Ты думал, как-то люди, инвесторы будут еще попадать? Нет? Нет, ничего не думал. А рекламный какой-то сайт? Не вопрос. Можно. Тогда идея добавить рекламный сайт отдельно от него, из которого можно попадать на веб-сайт, в который записываются процессы. и показаны процессы. Есть из платформ... Есть из платформ ВКонтакте, то есть, на Фейсбуке, есть секретные группы. То есть, можно открыть группу, и там, фактически, есть самая, ну, главная часть, что каждый человек может оставить там свое сообщение. И там есть документы, с помощью которых можно выкладывать какую-то структурированную информацию. В принципе, под ту же самую функцию подойдет еще и Google Доки. То есть, не Google сайты, а Google Доки. Она тоже позволяет ввести структурированную информацию с записью комментариев и идей всех участников. У меня предложение такое, сконцентрироваться не столько на технических моментах, сколько на оборотах, и уделить внимание краткости изготовленной информации, картинки, обороты, и взаимосвязь вот этих всех картинок, так что может быть больше что-то сделать в виде комикса, нежели чем научных, и еще мне идея. Пошерстить экологические движения есть Негодоновские, есть, на целом, есть Печень. Это уже сформировавшееся сообщество. У них, у всех практически заложена вот эта страстная тяга к солнечной энергетике, плюс в Англии существует целый город построен на таких технологиях. У меня, если происходить, я не могу найти контакты, если ты с ними законтачишься, ты можешь найти на сайте продвижения методов в Англии на ну или еще там. Конечно. давайте, может быть, я немножко попробую по-другому переформулировать остальные минуты, две. То есть, ключевая вещь, ключевая вещь в данном случае, я хочу именно создать сайт, как рабочее пространство, как это Денис формулирует, рабочее пространство для развития, в общем-то, и работы совместно. То есть, это как бы не я там все делаю, сижу, создаю образы, делаю экспертную оценку, или еще что-то такое, но вот хочется им запустить, чтобы это просто люди, включаясь в работу, могли вот это вот все выполнить. То есть, фактически, сами сформулировать дополнительные задачи, вот как мы сейчас формулируем, и сами же взяться за них и решить ее, при этом получить справедливую долю вознаграждения. Что-то вот такое хочется замутить, чтобы это было именно так вот, саможивущий организм, без там личного контроля управлять. Проанализировать игры интернет-пейлер, там, где события разворачиваются динамично и геористично, и заложить все свои идеи в ягро какой-нибудь игрушки, для того, чтобы можно было реализовать в начале годовом пространстве, да, и про то, и и куда-то. Вообще, вот то, что ты сейчас говоришь, это называется викидвижок. То есть, это википедия, это викидвижок, когда создается коллективное знание, и каждый может там любой момент, любой момент или точку докрутить. Викидвижки, фактически, викидвижки, они есть, они созданы. Я просто подумал, что надо просто набрать викидвижок. Может быть, есть программы подобные, то есть, есть отдельные специально специализированные программы для этого, специально сделанные для формирования такого коллективного знания, когда каждый может в любую точку внедриться, ну, и добавить к любой точке проекта. Круто! Наша идея смотри, мы молчим. Расширяй, сужай. Расширяй, сужай. Кто-нибудь знает, как там установлен принцип справедливости? Кстати говоря, вот есть, существует технология, Firefox браузер напишен полностью по технологии, там нету автора, там кто захотел, кто-то дописал. Ну, как-то же они договариваются друг с другом? Да. Эта штука-то работает? Поэтому, в принципе, можно посмотреть технологию, это называется open source, то есть, когда пишут программный продукт с открытым кодом и каждый может дописать, но как-то они согласовываются друг с другом. И кто-то же принимает решение, что станет новым. И это может быть вообще отдельно, просто посмотреть по примеру и взять оттуда технологию вот этого договаривания. Круто! Знаешь, что я еще вспомнила? Есть такая тема, Леон Бридж. Вот, они как раз аутсорсингом занимаются всякими такими вещами. Я на них заходила еще давно до Терема, но возможно ты там что-нибудь найдешь, как вот контакт, где можно посмотреть. Ну, я слышал об этом слух. А? Ну, я поищу, поищу. Название как? Леон Бридж? Леон Бридж, то ли американцы, то ли англичане организовали. И у них вот как раз все технологии совместного они используют. Ну что ж, уважаемый капитан, ваше время закончилось. Да, да, да. Что было ценного? Давай, фишки. Ну, что было ценного вообще, а я пока несу тебе фишки. Хорошо. Ааааааааа... Ааааааааааа.